Молитв святых И вот о недостатке наших молитв сегодня пойдет речь. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый пастор обеспокоен ростом своей церкви. Вы же хотите, чтобы ваша церковь росла? Чтобы больше людей спасалось, чтобы больше людей имели встречу с Господом, чтобы их жизнь менялась, и самое главное, чтобы они обретали спасение в Иисусе Христе. И я уверен, что каждый пастор желает этого, каждый пастор молится об этом, думает, обеспокоен этим. Ну, у кого как, у кого ростом, у кого отсутствием. Но каждый пастор пытается по-своему решать эту загадку. Я хотел бы сегодня поделиться с вами своими мыслями на этот счет. Давайте мы в самом начале откроем книгу Деяния святых апостолов. Это вторая глава. Мы прочитаем с 42 по 47 стихи. Хорошо? Деяния апостолов, вторая глава, 42 стих. Написано так. Это очень известная характеристика жизни Первой Церкви. И очень часто проповедники цитируют это место, приводят в пример, полагая, что если и мы будем поступать, так же у нас будут те же самые результаты. И смотрят на этот отрывок под разными углами зрения. Но я хотел бы попросить вас, чтобы вы посмотрели на этот отрывок и внимательно постарались разглядеть, что во всем, что там происходило, что там делали люди и что там делал Господь. Что там делал Господь? Мы читаем в 47 стихе. Там сказано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Кто это делал? Господь. И если так написано, то там не было совершенно никаких сомнений на этот счет. Ведь вы же четко и ясно видите, что перед вами сейчас стоит не ваш пастор, не Олег Васильевич, а другой пастор. И в этом нет никаких сомнений. Если вас спросят, кто проповедовал, вы скажете, что проповедовал какой-то другой пастор. Сомнений в этом быть не может. Точно так же и там не было никаких сомнений, что это не благодаря людям, это не благодаря проповедникам, даже не благодаря 12 апостолам. Люди прилагались к церкви. Но это делал Господь. Что делали люди? А люди принимали спасаемых и помогали им становиться учениками Иисуса Христа, помогали им достигать духовного роста. Таким образом мы видим, что рост церкви это всегда действие с двух сторон. С одной стороны, Господь прилагает спасаемых к церкви, а с другой стороны, люди церкви принимают этих новообращенных, которых Господь прилагает, и помогают им становиться зрелыми учениками Иисуса Христа. Распределение ролей именно такое. У меня вопрос. А если Господь не прилагает спасаемых к церкви, то чем заниматься церкви? Чем людям церкви заниматься? Особо-то и нечем. И вот когда такое происходит, то, я часто наблюдал это, то люди церкви начинают предпринимать какие-то попытки, чтобы самим спасать других людей и самим прилагать людей к церкви. Но это невозможно. Потому что здесь мы четко видим, что это может делать только Господь. И всякий раз, когда человек пытается совершить невозможное, то рано или поздно он придет к разочарованию. Я хотел бы начать сегодня с утверждения о том, что прилагать спасаемых к церкви может только Бог. Не люди, не церковь. Только Бог. Я вам приведу пять аргументов, в связи с тем, что у меня не так много времени, но я думаю, что и пяти этих аргументов будет достаточно. Первый аргумент. Мы его уже прочитали. Деяние 2 глава, 47 стих. Там ясно, недвусмысленно сказано, что это Господь прилагал спасаемых к церкви, делал это каждый день. Второй аргумент. Если вы откроете вместе со мной книгу Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих, то там что-то подобное мы найдем. Там сказано, что церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии находились в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Я позволю себе прочитать современный перевод этого 31 стиха. Посмотрите, как он звучит. А тем временем для церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии наступил мир. Она укреплялась и жила в благоговейном трепете пред Господом. Благодаря Святому Духу ее численность все возрастала. Благодаря чему возрастала численность? Действию Святого Духа. То есть опять здесь не сказано, что люди могут это делать. Здесь сказано, что делает это Святой Дух. Мы как-то разбирали эту фразу при утешении, в синодальном переводе так звучит, при утешении от Святого Духа. Что это значит, утешение? Знаете, в оригинальном греческом тексте Дух Святой, в русском переводе он назван как? Утешитель. А по-гречески в оригинальном тексте это слово параклетос. И он дословно переводится, это значение переводится как призванный быть рядом, чтобы помогать. Там много-много смысловых значений. Но переводчики выбрали одно – утешитель. И вот здесь, где в 31 стихе говорится «при утешении от Святого Духа», то вот это слово «утешение» на греческом языке – это слово «параклэсэй». Правда, созвучно. Параклетос – что делает? Он делает параклэсис. То есть утешение – это весь спектр действий, которые делает, которые совершает Дух Святой. То есть это весь спектр его работы, которую он совершает в церкви. И вот если в церкви есть работа Божьего Духа, если он действует, если ему позволяют люди церкви работать в нас, через нас, тогда результатом этого становится численное умножение церкви, количественный рост церкви. Люди не могут этого делать. Это делает только Господь. Господь прилагает спасаемых к церкви, а люди могут только устраивать Дом Божий. В притче 24 глава там сказано, что мудростью устраивается Дом и разумом утверждается. То есть устройство, порядок, чтобы там было удобно. Согласитесь, здесь уютно, правда же? Уютно, тепло, не холодно, не жарко, приятно находиться. Кто-то устроил это все, кто-то это все сделал. И это хорошо. И люди должны этим заниматься в церкви. Но единственное, что мы не можем, мы не можем сделать то, что может делать только Господь, только Святой Дух. Это второй аргумент, да, мы уже прочитали. Третий аргумент. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Здесь уже слова самого Иисуса Христа. Здесь уже точнее не скажешь. Посмотрите, Иоанн 6, 44 написано. «Христос сказал, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Это чрезвычайно сильное утверждение. Христос говорит, никто не может спастись, никто не может прийти ко Мне, чтобы опрести спасение, если Мой Небесный Отец прежде не привлечет Его. Знаете, мы можем создать людям идеальные условия, пригласить неверующего человека в хорошую церковь, на хорошее собрание, на хорошего проповедника, привести убедительные аргументы. Но сделать все, что можно для того, чтобы Он спасся, но это ровным счетом ничего не изменит. Потому что Христос сказал, никто не может спастись, если прежде Отец Небесный привлечет. Без хорошей церкви, без хороших проповедников, без аргументированных доводов, без всего этого человек может спастись. Но без вмешательства Божьего человек спастись не может. Я убеждался в этом сотни раз за свою христианскую жизнь. Со своей стороны я всегда старался делать все правильно. Правильно выбрать время, правильно выбрать место. Приводил сильнейшие аргументы, знакомил с нужными людьми, просил, чтобы молились сильные молитвенники, давал почитать нужные книги, послушать важные проповеди. Знаете, к чему я пришел? К какому заключению? Я ничего не могу сделать, чтобы человек спасся. Ничего абсолютно. И никто не может. И никто не может. Когда я учился в институте, много-много лет назад, я уверовал на втором курсе. Я всем-всем-всем проповедовал. И там был один такой парень, очень смышленый. Он сегодня служит в органах. Я помню разговор, я ему много-много говорил о Христе. И однажды он, наверное, пожалел меня. Говорит, Олег, ну мне все понятно, все ясно. Ты очень хорошо говоришь, толково, грамотно. Я все-все-все понятно. Я уже обрадовался и говорю, и? Он, что и? Я говорю, ну давай помолимся, чтобы ты принял Христа, как самого Господа и Спасителя. Говорит, понимаешь, я все понимаю. Я просто не хочу твоего Христа. Я как-то думал, что если только человек поймет, вот-вот до конца до него дойдет, что сделал Христос, как его можно отвергнуть? Как его можно не принять в свою жизнь? И однако я сделал все со своей стороны, но ничего не изменилось. Я не смог его привести ко спасению. За свою пастырскую практику меня, наверное, сотни раз приглашали для того, чтобы поговорить с тем или другим человеком, повлиять как-то на его обращение, чтобы он, ну, как-то более расположился к Господу. Я приходил на эти встречи, я разговаривал, я беседовал. Я даже, наверное, не побоюсь сказать, что за все свое следование, за время всего своего следования за Христом, я, наверное, переговорил с тысячами людей, стараясь привести их ко спасению. Но вот, что я понял, я абсолютно не способен никого обратить ко Христу. Не могу. И никто из людей не может это делать. Почему? Христос сказал это. Никто не может прийти, если не будет одного вот этого фактора. Если Отец Небесный не привлечет, не сделает что-то. Четвертый аргумент. Евангелие от Марка, 10 глава, 23 и ниже до 27 стиха. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Сегодня христиане так жаждут Слово Божие. А вы не берете в расчет, что иногда слова Христа могут ужасать нас, привести в ужас, в трепет. Мы думаем, что Бог нам скажет то, что мы хотим слышать. Здесь слова Христа ужаснули Его учеников. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимися на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись. Но они были люди не совсем бедные, скажем так. И, конечно, это было очень странно для них слышать. И они изумлялись и говорили между собой. Смотрите, как они задают вопрос, кто же может спастись? То есть эти слова были сказаны после того, как ко Христу подошел богатый юноша и спросил, что мне еще делать, чтобы наследовать Царство Божие. И Христос ему объяснил, что юноша не был готов к этому и отошел с печалью. И потом вот этот разговор у Христа с учениками происходит. И смотрите, что говорит Христос. Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно. Люди не могут сами спастись. И люди не могут никого привести ко спасению. Людям это невозможно. Кто это делает? Бог. Но не Богу. Богу возможно все. То есть только Бог может прилагать спасаемых к церкви. Пятый аргумент. Вы наверняка помните эти слова Христа из 15 главы Евангелия от Иоанна. 16 стих, когда Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Посмотрите, как Христос здесь переставляет акценты. Мы же как думаем, ого, это я такой вот сообразительный, быстренько все так вот понял, все, я принял Христа. Это было мое решение. Это был мой выбор. И вот я сегодня верующий, вот я сегодня спасенный. Христос говорит, нет, 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 стоп, на самом деле все не так. Это не ты, это я. И если бы я тебя не избрал, и если бы я тебя не поставил, и если бы я тебя не направил, то ты был бы сейчас где-то в другом месте. И тот факт, что вы сегодня сидите здесь, говорит только об одном. Бог выбрал вас, чтобы вы были сегодня здесь. И если бы этого действия не было, вы были бы где-то в другом месте. И это пятый аргумент, который говорит, что только Бог, только Христос, только Он может прилагать к спасаемых, к церкви. От людей это не зависит, и люди не могут это делать. Вы скажете, ну хорошо, столько аргументов, а к чему все это? Все это наводит на такой вопрос. Если все так, вот как я сказал, если от человеческих усилий совершенно не зависит спасение грешников, тогда вопрос, зачем Христос дал нам великое поручение идти проповедовать Евангелие, чтобы люди спасались? Как от нас ничего не зависит, а вы идите все равно. Нечем больше заняться. Какова роль вообще церкви в спасении грешников? Если мы никого не способны привести к Богу, зачем мы тогда посланы к людям? Я вспоминаю историю, когда ангел явился Корнилию. Помните, в книге Деяния апостолов это записано? И он сказал, молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. Я про себя так думал, ну ты, ангел, ты пришел уже к Корнилию, да? Но уже и заодно расскажи ему Евангелие. Тем более, что я так полагаю, что ангелы это могут сделать лучше, качественнее, грамотнее. Нет же, он говорит, пошли, значит, за Петром, он придет, скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Зачем такая рокировка? Однозначно, Бог решил использовать людей для распространения Евангелия. Посмотрите, Римлянам 10 глава с 13 по 18 стих. У вас, наверное, будет в синодальном переводе, а мы прочитаем в современном переводе. Римлянам 10 глава с 13 по 18 стихи. Бог избрал людей, чтобы мы несли Евангелие, но люди должны понимать, что от наших усилий здесь ничего не зависит. Смотрите, читаю современный перевод. Каждый, кто воззовет к Господу, будет спасен. Но как воззовут к нему те, кто ему не верит? Как поверят в того, о ком не слышали? Как услышат, если нет проповедующего? Как будут проповедовать, если не посланы на проповедь? Писание говорит, как прекрасно видеть ноги тех, кто несет радостную весть. Но не все приняли радостную весть. Сам Исайя говорит, Господь, кто поверил в вести, которую мы принесли. Итак, вера приходит, когда весть услышана, а весть слышат, когда о Христе проповедуют. Но я спрашиваю, разве они не слышали? Конечно, слышали. Апостол Павел обращается, как бы, говорит, вернее, о еврейском народе. Разве они не слышали? Разве Христос не был послан к ним? Разве они не слышали слова, которые он говорил? Слышали. Все, все, все слышали. Но уверовали? Нет. Нет. А зачем проповедовать? Нужно. Нужно. Здесь нужно понять нашу роль в проповеди Евангелия. Какова же наша роль в деле обращения грешников, кроме проповеди Евангелия? Мы выяснили, что Бог однозначно выбрал людей, чтобы они распространяли Евангелие. И вот теперь, посмотрите, самое интересное. Евангелие от Марка, 16 глава. Последняя глава в Евангелии от Марка, 16-20 стих. Самый конец, самый конец Евангелия. Смотрите, как написано. Сказано, что ученики пошли и проповедовали везде, и теперь внимание, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Смотрите, ученики пошли проповедовать слово, а Господь содействовал их проповеди, сопровождал своим действием их проповедь Слова Божьего. Поэтому, если можно так сказать, формула спасения грешников, это сумма двух слагаемых. Проповедует посланный Господом проповедник, и Господь содействует проповедуемому Слову Божьему. То есть, вот эта формула. Проповедь Евангелия плюс действие Бога во время этой проповеди. Так устроил Бог. Проповедь нужна. Без нее никак. Но сама по себе она никого не спасает. Нужен вот этот секретный ингредиент, если можно так сказать. Божье содействие. Божье содействие. Посмотрите, так же и было. Ученики, первые ученики, они шли, благовествовали, а Господь подтверждал их Слово. Господь содействовал, и кто мог этому противостоять? В этом и заключается успешное благовестие. Человек проповедует, Бог содействует проповеди. Тогда возникает другой вопрос. А от чего зависит Божье содействие? Потому что очевидно, что у одних оно есть, а у других нет. И от чего оно зависит? Почему его нет? Нет, ну, что приводит к Божьему содействию? Так вот, изучая Писание, я пришел к выводу о том, что Божье содействие проповедуемому Слову зависит от молитв святых. Что такое молитва? Молитва – это когда человек просит Бога совершить то, что человек сам сделать не в состоянии. То, что выше человеческих сил. Очень часто мы молимся и просим Бога совершить то, что мы сами должны делать. Мы говорим, Господи, сделай так, чтобы я простил его. Это ты должен простить. Тебе же сказано, прости. Как Бог во Христе простил тебя, так ты его прости. А мы молимся об этом. Господи, сделай так, чтобы у меня было желание читать Слово. Тебе сказано читать Слово. Есть желание, нет желания. Там не уточняется на это что. И добрая половина наших молитв – это просьба к Богу, чтобы Он сделал то, что мы должны делать. Он за нас не будет делать то, что мы должны делать. Нам нужно просить то, что Он только делает. Слышите? Молитва – это просьба к Богу совершить то, что только Бог может сделать. А что Бог может сделать? Вот здесь как раз мы разбирали эти пять аргументов, когда говорили о том, что только Бог прилагает спасаемых к церкви. Только Бог может это сделать. Значит, об этом и надо просить. И наша молитва об этом приведет к тому, что Бог будет содействовать проповедуемому Слову. Такова роль церкви в спасении грешников. С одной стороны, свидетельствовать о Христе погибающем. С другой стороны, молиться о Божьих действиях, которые подкрепляли бы наши свидетельства. Потому что наши свидетельства без подкрепленного Богом действия ничего не изменит. Можете сказать, пастор, да мы молимся. Я вам верю. Я вам на самом деле верю. Но согласитесь, что бывает иногда неудачное благовестие. Неудачным благовестием мы называем, когда время было потрачено, силы, ресурсы были затрачены, никто не обратился. Мы себя часто успокаиваем, но ничего. Мы сеяли Слово. Это был только посев. Взойдет позже. И отчасти это так. Это правда, да, справедливо. Но не всегда. Я много в своей жизни размышлял, в чем заключается причина неудач благовестника. Может быть, не умеет говорить, не слишком аргументированно, изъясняет свои мысли. Навыков нет. Не то, что-то говорит. И, знаете, я был просто обескуражен одним выводом, который я сделал. Мы иногда в церкви проводим время свидетельства, когда люди рассказывают о том, как они обратились, как они пришли к Господу. И выслушав много-много-много таких свидетельств, знаете, что я заметил? Люди, когда рассказывают, ну, допустим, они в церкви обратились, приняли Христа. И они рассказывают, как это произошло в церкви, как Бог их коснулся. Я задаю всегда людям вопрос, а вы помните, о чем проповедовал проповедник, когда вот вы обратились? И знаете, что говорят? Совершенно не помню. Некоторые говорят, что он что-то говорил такое сложное, такое как-то... Так нет, я ничего не понял, и, естественно, ничего не запомнил. Вы не поверите? И фактически 100% людей, или же, допустим, он не в церкви, не на служение он был обращен, а в частном разговоре, в кафе где-то, или, ну, просто в другом разговоре, и спрашиваешь, а помнишь вот, ну, те мысли, которые тебе доносили о Христе? Нет, не помню. Я был так расстроен. Ты тут часы тратишь на подготовку к проповеди, иногда ночью не спишь, готовишь все эти конспекты, выходишь, рассказываешь, следишь, чтобы было связано, все логично, интересно, чтобы было. А им все, они ничего не помнят. Они ничего не поняли. Возникает вопрос, а как вы тогда спаслись, если вы ничего не поняли? Да проблема в том, что спасается человек не от наших проповедей, не от наших аргументов, потому что Дух Божий его коснулся, потому что это действие Божие было. Господь прилагал спасаемых к церкви. Поэтому причина неудач благовестника не в том, что ему не хватает знаний, не хватает навыков, он что-то не так говорит. Причина в недостаточном Божьем содействии. А недостаточное Божие содействие это результат или следствие нехватки молитв, недостатка молитв святых. Помните, когда апостолов арестовали, пригласили в Синедрион, там сидели грамотные, образованные мужи Божьи, и они, слыша, как говорят апостолы, они делали такое для себя замечание. Посмотрите, Деяние 4 глава, 13-14 стих. Написано, «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Там помните же историю, Петр и Иоанн исцелили больного человека, вот его все знали, он у всех был на виду, и вот его привели здорового, вот он стоит здоровый в Синедрионе, и эти члены Синедриона не могут понять, что происходит. Как? Как им это удалось? И здесь, знаете, аргументов уже, они все заканчиваются. Ты можешь так сделать? Ты вот можешь так сделать? Нет? А вот они как-то сделали. А почему? Да потому что Господь содействовал им. Потому что Бог содействовал их проповеди. Это то, что отличает успешных благовестников. Они были люди не книжные, они не умели говорить, они, может быть, где-то что-то путали, они, может быть, не очень были там теологически подкованы. Это все нужно, я не против этого. Но вот у них было вот это главное, этот главный секретный ингредиент. Еще одна история похожая. Деяние 6 глава с 8 по 10 стихи. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Они не могли противостоять духу, которым он говорил. Что значит говорить духом Божьим? Очень просто. Ты говоришь слово, и дух Божий подтверждает это слово. И как можно этому противостоять? Бог всегда окажется сильнее, мудрее, Бог всегда окажется победителем, Бог всегда будет сильнее человека. И они не могли противостоять духу, которым он говорил. Тому содействию Бога, которое было у проповеди этого человека, они не могли противостоять. От чего же зависит вот это содействие Божье от наших с вами молитв? От наших с вами молитв? Вы можете сказать, пастор, мы молимся. Я вам верю. Но есть такое явление, как недостаток молитв святых. Если вы откроете вместе со мной книгу Откровения, 5 глава, 8 стих, там есть что-то интересное о молитве. Откровения 5.8. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Здесь много непонятного. Книга Откровения вообще полна тайн загадок. Я не претендую на то, что я вам сейчас все-все-все объясню. И, конечно, вот много этих условностей, особенно в синодальном переводе, мы читаем, вот 4 животных. Что за животных? На небе будут животные. Если почитать в оригинале, то там сказано живые существа. Фактически Иоанн увидел небожителей. Он не знал, как их описать. И потому все, что ему оставалось сказать, ну, живое существо. Зенодальные переводчики перевели, как животные. Ладно. Не, это важно. Важно, смотрите, что там на небе есть золотые чаши, которые наполняются молитвами святых. Золотые чаши, которые наполняются молитвами святых. В Библии есть такое понятие, как мера беззакония. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Посмотрите, Даниил, 8 глава, 23 стих. Даниил, 8, 23. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих. Видите эту фразу? Когда отступники исполнят или дополнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. То есть до тех пор, пока мера беззаконий не наполнилась, ничего не произойдет. Этот наглый царь не восстанет. Действий не будет, пока не наполнится мера беззаконий. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. Похожая фраза. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы они спаслись и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Посмотрите, люди препятствуют проповеди Евангелия и сказано, что через это они наполняют меру грехов своих. Есть мера беззаконий, мера грехов, которая пока не будет наполнена, действия не начнут происходить. И знаете, это движение в обе стороны. Грешники наполняют меру беззаконий, святые наполняют чаши с молитвами. И там, и там, пока не произойдет наполнение, действия не начнутся. Действия не начнутся. На небесах есть чаши, в которые собираются молитвы святых. И пока эти чаши не будут наполнены, Божьи действия не наступят. На земле есть мера беззаконий, которую грешники наполняют, наполняют, наполняют своими действиями. И пока она не наполнена, с ними ничего не происходит. Мы иногда удивляемся. Да эти же люди, они так живут, они так грешат. Где Бог? Почему не приходит Божий гнев на них? А такое чувство, что они как будто вот в благословениях купаются. Они благословения праведников. И мы удивляемся, Господи, почему Ты их не наказываешь? Почему на них ничего не действует? Еще не наполнена мера беззаконий. А когда будет наполнена, тогда придет гнев Божий. Но это одна ситуация. Здесь нам важна, интересна другая сторона. Когда переполняется мера молитв святых, это вызывает действие Божие на земле. Улавливайте мысль. Пока чаша молитв не наполнится, мы не можем видеть Божьего содействия. Она не наступает. Поэтому существует такое понятие, как недостаток молитв святых. Именно из-за него мы не можем видеть Божьих действий, так как нам хотелось бы. Вы скажете, ну, может, это просто такой вот твой вывод, субъективный, может быть, он ошибочный. Есть ли примеры в Священном Писании подобных закономерностей? Конечно, есть. И за неимением времени я приведу всего лишь три примера. Первый пример. Деяние апостолов, 12 глава, первые пять стихов. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресников, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов встречу, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Царь Ирод арестовал... Это не тот был Ирод, который избил младенцев. Там целая династия Иродов была. Но они все Ироды, такие Ироды, что все понятно. Поэтому сегодня нарицательное такое имя. И Ирод ты. То есть это плохой человек. Но даже несмотря на то, что он был плохой человек, они все равно без суда и следствия никому так головы не рубили. И потом, когда арестовали Иакова, когда арестовали Иакова, апостола Иакова, посадили в тюрьму. Потом был суд. Его приговорили к смертной казни. Ему отрубили голову. А у меня вопрос, молилась ли церковь, когда арестовали Иакова? Я думаю, что да. Тут не написано, но по логике, конечно же, молилась. И вот Иаков обезглавлен. И увидя, Ирод увидел, что это приятное иудеям, им это нравится, он решил, а не пойти ли нам дальше? Он берет, арестовывает Петра. Петра сажают в темницу. И там такой нюанс, там праздники, а в праздники, ну выходные, наверное, там не судят. И поэтому немножко отложили, пока праздники пройдут. И вот, наверное, церковь сообразила, ага, слушайте, мы прозевали Иакова, если сейчас еще Петра, а потом Иоанна, все, три столпа церкви, и мы остались, церковь обезглавленная будет. И, нет, и там написано, что они прилежно молились о нем Богу. Прилежно молились Богу. Мне кажется, если бы они так же прилежно молились из-за Иакова, то, возможно, Иаков был бы жив. Не знаю, это область наших предположений. Но очевидно, что когда, вот они днем и ночью, они постоянно молились за Петра, и это привело к тому, что Петр был спасен самым удивительным, чудесным образом. Видимо, помня это, понимая эти истины, апостол Павел всегда просил, чтобы за него молились. Смотрите, например, 2 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. «При содействии и ваши молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. При содействии и вашей молитвы, при содействии и вашей молитвы». То есть, если будет не хватать молитв, мы не увидим Божьих действий. Поэтому молитесь, молитесь, молитесь. Я хочу этой проповедью побудить вас много молиться. Как можно больше молиться. Чтобы чаши, в которых собираются молитвы святых, чтобы они всегда были наполнены. Это чрезвычайно важно. Второй пример. Лука, 22 глава, 40-46 стихи. Когда Иисус позвал в Девсиманский сад вместе с ним молиться, Петра, Якова и Иоанна. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». А потом они стали спать, в общем, они не молились. Потом он приходит и говорит, сказал им, что вы спите, 46 стих, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть Христос ясно сказал, что если вы сейчас не будете молиться, вы потом пропустите искушение. И вот получилось как? Христос молился достаточно, и молитв было достаточно для того, чтобы Христос выдержал это искушение, и мы видим, как Он достойно принял смерть на кресте. Но ученики пропустили эти молитвы, и мы видим, как они все стали предателями Христа. Почему? Их молитв недостаточно было. Они не молились, когда надо было, и поэтому они пропустили искушение. Они поддались, они не устояли в искушении. Это второй пример. И третий пример. Марка, 9 глава, 28-29 стихи. Написано, и как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать Его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и от поста. Помните эту историю? Когда ученики пытались, тужились выгнать беса из человека, и не смогли это сделать. Христос спускается с горы преображения, просто сказал такое слово, и бес вышел. Ученики потом наедине подошли к учителю, и говорят, а почему мы не могли это сделать? И Христос говорит вот эту фразу. Синодальный перевод не дает понять нам суть, но оригинальный текст и грамматическое строение предложений в греческом тексте дает понять, что ученики не имели достаточной формы. Знаете, я когда начал ходить в спортивный зал, меня очень впечатляло, как там ребята с такими, не то, что у меня там ручки, а такие руки, такие мужские руки хорошие. Они ложились и штангу жали, и у них там блинов справа, слева, там за сотню килограммов. Я так воодушевился, и тренеру говорю, можно я? Он говорит, не, не надо. Я говорю, ну, ну хорошо, ну дайте ему гриф, грифом одним, значит, жми. Говорю, ну да ладно, да хоть по десяточке там повесьте. Говорит, не надо. Но я настоял, короче, мне повесили десяточки. Я лег и, а, а, я даже оторвать гриф не мог. Мне так стыдно стало. Тренер говорит, снимите его. Сняли один гриф, и я начал так по чуть-чуть делать. Так стыдно было. И потом я подхожу к тренеру и спрашиваю, почему я не смог, как они? Он говорит, если бы ты лет пять-семь ходил, три раза в неделю, не пропуская тренировки, то и ты мог бы обрести такую форму, которая есть у них, которая позволяет им так делать. А поскольку ты сейчас не обладаешь такой формой, ты и сделать это не можешь. То же самое, мы прощаемся с телезрителями канала Вера 24. Да благословит вас Господь с миром Божиим. А мы не... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok